Премьер-министр России Михаил Мишустин совершил рабочую поездку по Татарстану. Одним из пунктов программы оказалось посещение завода КАМАЗ. Точнее, даже нескольких заводов. Двигателей, кабин, автомобильного и научно-технического центра компании. Современно-френдерное производство, которое вы нам сегодня показали, такой образец профессионализма старой школы, когда многие годы центр компетенции здесь, на КАМАЗе, формировался. Ну и, соответственно, самых последних технологий. Из протокольной съемки мы знаем, что главе правительства дали затянуть гайковертом подон Картера на новом КАМАЗовском дизеле. А вот другая пресс-служба, президента Татарстана, опубликовала более интересные кадры. Благодаря этим снимкам мы впервые увидели среднетоннажный компас, который собирается бросить вызов газовским Валдаю и Газону. Он построен на оригинальной раме, но кабину будет поставлять китайский джак. Кроме того, в набережных Челнах вовсю готовят наш ответ Белазу. Это будет шарнир на сочлененный карьерный самосвал Геркулес. Обе новинки, скорее всего, будут представлены на осенней выставке Комтранс. Глобальный дефицит микрочипов, буквально парализовавший мировой автопром, добрался до России. Во всяком случае, на автовазе поочередно останавливаются конвейеры. Притом замереть им придется аж до середины июня. Логично предположить, что вынужденная пауза спровоцирует нехватку самых ходовых моделей. В первую очередь Гранты, Ларгуса и классической Нивы. Но заткнуть брешь вазовцы планируют Вестой и Нивой Тревел, которых дефицит пока не коснулся. Сам автоваз подтверждает острую нехватку некоторых компонентов, но каких не уточняет. И продолжая тему российского автопрома. Глава контролирующий ульяновский автозавод группы «Солерс» Вадим Швецов объявил, что УАЗ не бросает проект глубокой модернизации «Патриота». К нему, напомним, прикрепилось прозвище «Русский Прадо». Пандемия нас остановила, потому что контакты были невозможны на уровне инженеров. Надеюсь, что сейчас контакты возобновятся и, по сути, мы будем делать рестарт проекта. С учетом того, что заделы очень большие, я думаю, что мы сможем перезапуститься в течение двух лет. Добавим, что «Патриот» нового поколения должен был получить новую раму, независимую переднюю подвеску и перекроенный кузов. Изначально старт производства планировался на 2020 год, но затем проект заморозили. Продолжение следует...